Тема ограждения при домовой территории многоквартирного дома вызвала неподдельный интерес горожан. Как не переплатить лишние деньги при установке забора и соблюсти закон, рассказывает руководитель службы жилищного просвещения Ольга Паничева. Что здесь важно отметить, что не во всех многоквартирных домах это возможно сделать, не везде ограждение допускается. Если наложен публичный сервитут, то такие ограждения полностью, как здесь представлена калитка, она всегда постоянно должна быть закрыта, хотя жители обнесли железный забор. Действующее законодательство определяет земельный сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным участком. Это статья 23 земельного кодекса и 274 гражданского кодекса Российской Федерации. Публичный сервитут устанавливается для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения без изъятия земельных участков. В данном случае для прохода или проезда через конкретный участок. Всего законодательно определено 10 видов публичного сервитута. Где узнать наложен публичный сервитут? Это комитет по управлению имуществом отдела земельных ресурсов. То есть туда обращаться они дают, это бесплатное обращение населения, получат информацию по заявлению. И также общее собрание собственников необходимо провести, где должны проголосовать две трети положительных голосов. На основании этого протокола уже идет дальнейшая работа и согласование с архитектурой. Выполняются проектные работы. Ну и дальше уже в соответствии с постановлением мэрии города. Интересующие вопросы можно отправлять на электронные адреса. ОАД ЖКХ собакочереповецсети.ру ОАПаничева собакочереповецсети.ру С пометкой доступная ЖКХ